Одно то, как он начал отвечать на вопрос про меня с какого-то неадекватного идиотского смеха затяжного. Уже этого было на самом деле достаточно, могу дальше ничего не говорить. Интересная ситуация с европейскими странами. Они приютили у себя этих псевдобеженцев, которые едут за пособиями и которых на собеседовании даже возраст стесняются спросить. Якобы это оскорбит их. Которые потом плюют на местные законы и устраивают шариат патрули. Но вот чеченцы это зло. Ага. Саламу алейкум, Бельгия. Вула, тут по кайфу. Чечня, Чеченье, Тудэй. Вуалейкум, ассалам. Это так многозначно звучало, тут по кайфу. Кому там по кайфу? Потому что пока там по-моему этим бельгийским актерам двоим по кайфу, которые снимались в этом продажном фильме о том, как хорошо жить в Чечне. Но при этом сами почему-то не хотят жить в Чечне, хотят жить в Бельгии. По-моему этим двоим только там сейчас по кайфу. По поводу этого эфира Кадыровского. Сначала думал сделать по нему какое-то разъяснение, но потом посмотрел все, что написано в прессе и понял, что там без меня уже в принципе все разобрали. И очень грамотно расслабили там все акценты и далее обратили внимание на его противоречия. То он сначала говорит, что я там никто и ничего из себя не представляю. То потом у него вдруг я становлюсь агентом всех спецслужб западных. И за мной стоят там чуть ли и МИ-6, и ЦРУ. В общем, уже непростой человек. Уже такая серьезная такая фигура. В общем, не поймешь, что там в голове у Кадырова. Как я уже неоднократно это отмечал, очень сложно понять, что в голове у этого человека происходит. И сегодня почитал одну статью, которую написала еще Анна Политковская. По-моему, в 2005, кажется, году. Или в 2004, или в 2005. И она там это отмечает. Она разговаривает с Кадыровым, и она говорит, что противоречия, которые есть в этом человеке, их просто невозможно как-то логически понять. То, что он говорит в начале интервью, он опровергает в середине. Затем вообще противоположное обоим заявлениям говорит в конце интервью. Это человек, которого просто невозможно его логически понять. И это, наверное, как бы понятно, почему это невозможно. Потому что как-то логически понять абсолютно неадекватного, неинтеллектуально неразвитого человека очень сложно. Поэтому очень часто люди пытаются понять логику вот этих вот ротаций кадров, которые производит Кадыров периодически. Он начинает переводить в должностях этих своих сторонников. И разные аналитики, СМИ пытаются понять логику, как он это делает. Но это невозможно понять. Уже, по-моему, пора смириться с тем, что этого понять невозможно. Чем он руководствуется? Что происходит в этой его отдаленной академической голове? Это невозможно понять. Поэтому, когда он говорил обо мне, это тоже, конечно, было в его стиле, на уровень оскорблений, там, не она, оно и прочее. Но это как раз вот это его уровень, это его стиль. Что бы он там ни говорил, напоминаю Кадырову, что я готов в любое время выйти с ним на диспут и показать его убогость всем людям в этом мире, утереть ему нос. В любое время я готов, поэтому, чем запускать какие-то эфиры и глупо отвечать на вопросы. Одно то, как он начал отвечать на вопрос про меня, с какого-то неадекватного, идиотского смеха, затяжного. Уже этого было, на самом деле, достаточно, он мог дальше ничего не говорить. Чем заниматься вот этой вот ерундой? Лучше бы вышел бы на диспут и уже облажался бы окончательно, на этом бы мы закончили. Ну или ты же говоришь, что любым можешь выйти, часами ему что-то объяснять. Ну или победил бы меня, объяснил бы мне, доказал бы, какой ты правильный. А я в любое время готов обосновать, что Кадыров является предателем, сыном предателя. И что, как сказал Путин, предатель Родины – это подонат, он сказал. Я полностью в этом согласен с Путиным. И в любое время открыт, в общем, для диспута, без вот этой вот, без оскорблений, без ничего. Просто по факту, конкретно, по конкретным моим обвинениям, по конкретным моим высказываниям, я готов это обосновывать и доказать, что я не просто так из ненависти это говорю. Хотя любви, конечно, я к этому персонажу не испытываю. Интересная ситуация с европейскими странами. Они приютили у себя этих псевдобеженцев, которые едут за пособиями и которых на собеседовании даже возраст стесняются спросить. Якобы это оскорбит их. Которые потом плюют на местные законы и устраивают шариат патрули. Но вот чеченцы – это зло. Ага. А кто это такие, которые устраивают шариатские патрули? Это кто? Я никогда не встречал в Европе никакие патрули. Да и кто здесь позволит создавать какие-то патрули? О ком ты говоришь? Вообще в целом, конечно, я с тобой согласен, что псевдобеженцы сюда приезжают и европейские страны, миграционные власти, по крайней мере, в этих странах, они как-то очень расположены к ним. Тут я полностью с тобой согласен. Любой явный кадыровец, явный, который не стесняется этого, сидит и выкладывает посты с ними, какие-то комментарии пишет лесный в их адрес. Эти люди, они все здесь легализованы. Они имеют вплоть до гражданств в этих странах. Никаких нет с ними проблем. Их не депортируют, к ним в дома не врываются местные спецназовцы, не устраивают какие-то обыски, которые сопровождаются погромом. Вот этого всего не происходит. Но зато это все происходит с теми, кто действительно преследуется. Таких людей почему-то к ним относятся с какой-то опаской. Им не предоставляют убежища. Их депортируют. В общем, эта проблема, конечно, присутствует. Тут с тобой не согласиться невозможно. Ассаламу алейкум, брат Томсо. За всю несправедливость, которую против тебя и твоей семьи учиняют каферы из Польши и Германии, мы призовем их к ответу. Словом и оружием заставим пожалеть. Абусуаля Ассишани. Давай ты просто не будешь писать ничего подобного. Никого призывать к ответу, тем более оружием. Не надо, во-первых. А во-вторых, даже при желании ты никогда не смог бы ничего подобного сделать. Поэтому не пиши глупости, пожалуйста. Никого, ни к чему ты не призовешь. Единственное, к чему мы будем стараться призывать, любые власти, которые нарушают права наши и вообще права людей, мы будем их призывать к тому, чтобы они следовали и букве закона, и духу закона, который установлен в этих странах. Они и сами эти законы приняли, и мы будем их просить, чтобы они были так добры и следовали этим законам. И будем это делать исключительно в рамках законодательства в местных странах, не выходя за эти рамки. Это очень важно. Поэтому не пиши подобный вздор. Это очень провокационный комментарий.